Всем привет! Вы смотрите «Как так?». Вот и наступил 2024 год. Накануне января, а именно 19 декабря 2023 года, эксперты Российской Академии Наук объявили астрологию лженаукой. Мы, собственно, ничего против и не имеем, и даже готовы посодействовать в размечивании мифов. Этот выпуск мы решили посвятить символу 2024 года, героям множества легенд, мифов, книг, игр, фильмов и китайской астрологии – дракону. Расскажем вам, дорогие зрители, о том, где же водятся они. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Знали ли вы, что слово «дракон» пришло к нам из греческого? Изначально оно обозначало гигантского змея, а не ящера с крыльями. И первое его упоминание находится в Илиаде, где царь Агамемнон носит пояс, расшитый синими драконами и нагрудник с эмблемой трехглавого дракона. А еще одним из обликов древнегреческого бога Протея был дракон. Согласно истории Гомера, он был хозяином и пастухом морских чудищ и морских животных. Европейский протей или дракон Ольм – это уникальная амфибия, которая обитает в Южной Европе. Это Балканский полуостров, это Словения, например, Черногория. Чем примечательны эти амфибии? Вообще издавна их местные жители считали личинками какого-то дракона, который живет под землей. И когда видели вот этих животных на поверхности, то всегда считалось, что это знамение каких-то дурных событий, которые могут постичь этот регион. Почему? Ну, вообще, эти животные обитают на очень большой глубине, в каких-то подземных пещерах с водоемами, с речками подземными. И, конечно, на суше их мало кто видит. Обычно это приурочено к каким-то серьезным проливным дождям, когда реки выходят из берегов, когда наблюдаются какие-то селевые потоки, оползни. И вот тогда мощными потоками этих животных из пещер выносят на поверхность. И вот люди, по всей видимости, связывали эти два события, то есть какие-то местные климатические такие вот изменения и появление вот этих необычных существ. И всегда приписывали им какие-то дурные знамения. Что же касается биологии этого вида, то ученые пришли к выводу, что это так называемая неотеничная личинка какой-то древней саламандры, которая вымерла, то есть не сохранилась взрослых особей. А вот эти личинки сохранились до наших дней благодаря своей способности размножаться на стадии вот этой личинки. То есть в биологии имеется такой вот термин неотенье, который означает способность живого организма размножаться на личиночной стадии. Ну фактически вот то, что мы видим, мы можем так условно назвать головастиком. Но в нашем представлении головастик же это животное, которое еще не достигло своей зрелости, например, как у лягушек. А у них в процессе эволюции такая способность размножаться появилась. И у этих животных сохраняется плавниковая складка на хвосте, у них сохраняются жабры, чего у взрослых безхвостых, а вернее хвостатых амфибий никогда не наблюдается. Ну типичный пример, который наиболее известен, наверное, это аксолотль. Может быть слышали. То есть он достаточно популярен сейчас. Это тоже личинка, тоже неотеничная, которая может не превращаться во взрослую саламандру, а всю жизнь прожить вот на такой вот стадии. То есть животные, которые не хотят взрослеть, как Питер Пен. Но при этом они способны размножаться. Зачем это вообще нужно? Вот мы представляем, что, например, когда животные размножаются, они откладывают икру, из нее выходят личинки, которые живут в воде, они питаются чем-то, что они могут найти в воде. То есть у них какие-то свои пищевые ресурсы. А когда животное проходит метаморфоз и выходит на сушу, оно питается уже другими ресурсами. Понятно, да? То есть таким образом организмы пытаются, скажем так, распределить ресурсы, чтобы не было конкуренции между взрослыми и детенышами. Очень удобно. Но на суше условия могут резко отличаться от того, что мы наблюдаем в воде. И может получиться так, что, например, в результате каких-то климатических изменений на суше сложились такие условия, что взрослым там уже места нет. То есть они не могут жить. И если личинки обладают способностью размножаться на личиночной стадии, то хотя бы за счет них вид может выжить и не исчезнуть. Вот у аксолотли есть взрослая стадия. Она живет на суше, аксолотли живут в воде. Иногда аксолотли превращается во взрослый саламандр, иногда он остается на всю жизнь в виде личинки. Но если что-то произойдет, и саламандр не смогут выжить, то вид не исчезнет. Он останется в виде личинки. Вот протей когда-то прошел эту такую вот стадию, когда взрослая особь исчезла в результате смены климата, например, а личинки где-то в глубине, в пещерах, сохранились до наших дней в виде вот таких необычных существ. Живут они при очень специфических условиях. Ну, в пещерах кромешная тьма, очень холодная, около 10 градусов тепла. Вот, соответственно, питаются эти животные достаточно мало. В основном они потребляют каких-то мелких ракообразных, которые живут там же в пещерах. Очень долго взрослеют, порядка 20 лет должно пройти, чтобы амфибия стала взрослой. А по наблюдению специалистов, вот эти существа живут до 100 лет. Представляете себе? Вот такая вот амфибия, казалось бы, что у нее такого, да? А может жить до 100 лет. Все благодаря тому, что там, в пещерах, очень специфические условия, низкая температура, и у этих животных замедлен метаболизм. На поверхности они долго не живут, то есть они не могут выносить повышенную температуру, они избегают света. Вот, если их вынуть из воды, и они окажутся где-то вот на поверхности земли, они достаточно быстро погибают. Вот на ваш взгляд, кто проживает в древних непроходимых лесах? Верно, лесные драконы. Данные персонажи знакомы любителям фэнтези, и уж тем более, с ними встречались и сражались фанаты легендарной настольной ролевой игры D&D. Чем же они занимаются? К примеру, собирают богатство, охраняют свое логово, но также являются божественными защитниками лесов, сохраняя их нетронутыми от влияния цивилизации. А что, если я вам скажу, что они существуют не только в фэнтези? Уникальная ящерица, вообще драконов, летающих известно несколько десятков видов. Все они выходцы из Южно-Его-Восточной Азии. Это лесные ящерицы, которые живут на весьма высоких деревьях. И вот эта особенность умения планировать по воздуху играет важную роль в тот момент, когда животное пытается скрыться от преследования хищников. В основном это змеи. То есть, если ящерица видит для себя опасность, она просто бросается с дерева, пролетает нескольких десятков метров, приземляется на другое дерево и таким образом спасает себе жизнь. Вообще, в местах обитания этих животных многие другие виды тоже обладают вот такой уникальной способностью планировать по воздуху. Ну, например, есть летающие гекконы. Вот у нас в коллекции тоже имеется такой вид. У них так же, как и у драконов, по бокам тела имеются такие кожатые складки. Там же, в тех же местах обитает колоссальное количество млекопитающих, таких, например, как белки-летяги. Самые разнообразные. У которых тоже есть такая вот адаптационная возможность планировать по воздуху. Есть даже целый отряд так называемых шерстокрылов, которые внешне тоже отдаленно похожи на белок летяг, но с маленьким хвостиком, и они не являются грызунами. У них тоже между конечистями имеется летательная перепонка. То есть, самые разнообразные животные из разных систематических групп, так же, как летучие дракончики, избрать для себя вот такую стратегию защиты от хищников. В момент опасности они вот уходят по воздуху. Но мы, конечно, вот говорим о том, что это помогает им спасаться от хищников, но хищники тоже непростые. И вот в тех же местах, где обитает летучий дракон, обитают летающие змеи. То есть, таким образом, змеи тоже не стоят на месте, их жертвы эволюционируют, и змеи пытаются поспеть за ними. Древесные украшенные змеи, когда они гонятся за своей добычей, могут сигануть просто с дерева, абсолютно не боясь высоты. Они расплющивают свое тело, становятся плоскими, как ремень. И вот за счет увеличения поверхности тела они спокойно планируют куда-то вниз, не разбиваясь, и могут начать проследовать свою жертву дальше. Хвост длинный у большинства ящериц, у большинства древесных ящериц, потому что это способ, ну, помочь себе, во-первых, закрепиться на какой-то ветке, а во-вторых, это балансир, который препятствует переворачиванию ящерицев в воздухе. То есть, взмахивая хвостом, ящерица сохраняет свою ориентацию в пространстве, не переворачивается, то есть это вот такой вот балансир. Вот эти ящерицы живут недолго, это всего лишь где-то 3-5 лет. То есть у них достаточно скоротечная жизнь, они уже в возрасте года способны размножаться, вот размножаются несколько раз за жизнь, откладывают яйца и достаточно быстро уже потом отмирают. Они не ядовиты, они не выделяют никаких ядовитых секретов, питаются они муравьями, то есть это животные, которые питаются вот древесным каким-то мелким сяком, муравьи, термиты. Но единственное, что может быть неприятного, опять-таки, многие рептилии являются резервуарными хозяевами для целого ряда каких-то представителей патогена микрофлоры. То есть это простейшие, это бактерии. В частности, рептилии одни из главных переносчиков сальмоналил. Поэтому, если вы, например, общаетесь с какими-то рептилиями, нужно соблюдать меры гигиены, обязательно мыть руки. Это вот средний размер, наверное, этих ящериц, едва ли крупнее, поэтому абсолютно безопасно в этом плане. Кто самый известный и самый ужасный дракон в книгах и кино? Верно, Смаук из вселенной Толкина «Властелин колец». Олицетворение алчности и хитрости, истинный виртуоз дипломатических уловок. Он, повелитель Эребора, прекрасно владел еще и огнем. Сам же автор дал следующую характеристику персонажу. Смаук является лишь умной ящерицей. А какие еще эффектные и умные ящерицы живут на нашей планете? Что же, вор, я тебя чую, я слышу, как ты дышишь. Площеносные ящерицы Площеносные ящерицы – это тоже представители группы Агам. Родом они с территории Австралии и Новогвинии. Чем они примечательны? Ну, само название «площеносные» отражает их внешний вид. Дело в том, что по бокам головы, по бокам челюстей у них имеются обширные кожистые складки, которые у ящерицы в спокойном состоянии прижаты к телу и абсолютно внешне не видны. Но когда ящерица находится в возбужденном состоянии, она открывает пасть, и эти складки, как зонтик, оттопируются в стороны. Складки достаточно ярко окрашены. И таким образом зрительно ящерица сразу увеличивается в размерах. И создается ощущение, такая иллюзия огромной раскрытой пасти. То есть таким образом ящерица пытается отпугнуть своего хищника, врага. Она громко шипит. Но если вдруг хищник, все-таки не теряя своих попыток добыть эту ящерицу, пытается ее атаковать, то ящерица поступает весьма оригинально. Она встает на задние лапки, и стримглав убегает за горизонт. То есть таким образом это одна из немногих современных рептилий, которые, так же как и вымершие динозавры, передвигаются на задних конечествах достаточно быстро. В общем, плащеносная ящерица – это выходить из Австралии. То есть австралийский континент и, соответственно, Нового Гвинея. И поскольку Нового Гвинея еще относительно недавно была частью единого австралийского правматерика, и эти ящерицы там остались. Насекомые, мелкие какие-то рептилии, мелкие ящерки. Потому что сама по себе она достаточно такая крупная, где-то около 45-50 сантиметров в длину с хвостом. Такая немаленькая ящерица. Что мы все про кино да про книги? Сейчас мы вспомним про самого ужасного и страшного – Левиафан. Одно из самых загадочных и могущественных существ в мировой мифологии и религиозных текстах. Его упоминания находятся в древних текстах, включая Библию и другие религиозные книги, а также в различных мифологических традициях. А вараны – это, наверное, самая прогрессивная группа среди ящериц. Почему? Потому что и видовое разнообразие варанов очень велико, и экологически они очень разнообразны. И вараны в свое время даже породили змей. То есть современные змеи – это всего лишь потомки древних варанов. Причем в основном варанов, связанных с водным образом жизни. Но вот когда-то на Земле, когда еще жили последние динозавры, в морях обитали гигантские размером с кита вараны-мазазавры. То есть представляете себе, это вот современные вараны, но крупнейший из них, наверное, это камовский варан, чуть больше трех метров. А когда-то вараны были колоссальными хищниками. То есть это наиболее успешная группа ящериц. Ну, сейчас вот в современной фауне их несколько десятков видов. Большинство из них – это выходцы из Азии, Африки и Австралии. Вараны, соответственно, могут быть как сугубо наземными, так и древесными. Есть вараны, которые практически никогда не спускаются на Землю. Они всю жизнь проводят на деревьях. Они некрупные, с очень длинным хвостом, с длинными конечистями, что позволяет им активно лазать по деревьям. Но подавляющее большинство варанов – это хищники. То есть самые разнообразные какие-то мелкие, крупные, беспозвоночные и, соответственно, позвоночные. Особенно это касается крупных варанов. Ну, такие, например, как полосатый варан, комодский варан, некоторые пустынные австралийские вараны. Ну, наиболее известен, наверное, среди них все-таки комодский варан. Он наиболее популярный, скажем так, раскручен. Потому что действительно крупнейшая ящерица в мировой фауне, длиной около 3,5 метров. И понятно, что в питании этой крупной ящерицы должны преобладать какие-то крупные объекты. В основном это крупные копытные. Это кабаны, олени, буйволы, которых эти ящерицы добывают весьма необычным способом. Вот раньше, например, считалось, что в слюне варана содержатся самые разнообразные бактерии, которые помогают варану умерщвлять свою добычу. То есть варан кусает, допустим, буйвола за ногу, оставляет его в покое, буйвол уходит, но в ранки, попадая в какие-то микроорганизмы, они начинают вызывать воспаление, развивается сепсис, и животные якобы от этого умирают, и варан потом уже его находит по запаху и поедает. Но надо сказать, что в принципе самые разнообразные представители патогена микрофлоры, они встречаются в пасте не только у комодского варана, а вообще у многих представителей рептилий. Поэтому если у вас кусает какой-то другой варан, конечно, нужно принять все меры для того, чтобы не было заражения. Даже змея может укусить, даже, например, какой-то ужик, он теоретически может занести инфекцию. Но вот современные исследования показывают, что как минимум несколько видов варанов, в том числе комодский варан, обладают способностью вырабатывать ядовитые токсины. Ну, что из себя вообще представляют токсины рептилий? Это самые разнообразные ферменты и какие-то другие активные вещества, которые помогают рептилиям, во-первых, обездвижить добычу, умертвить ее, а во-вторых, начать процесс пищеварения еще до того, как добыча будет проглочена. За счет чего вообще появляются эти вот токсины? Ну, вот у змей и у ящериц ядовитые железы – это всего лишь видоизмененные слюны и железы. То есть вот у нас, например, слюны и железы выделяют слюну, а у них функция слюны, она отходит как бы на второй план, а на первый план выходит именно вот наличие токсинов, которые как раз помогают им добыть пищу. Но у змей, как у эволюционно более продвинутых рептилий, слюны и железы, они достаточно оформлены, они располагаются позади головы и имеют протоки, которые соединяются с ядовитыми зубами. И когда змея кусает какое-то животное, то, соответственно, эти железы сжимаются, и яд через зуб, как по иголке шприца, попадает в тело жертвы. Но это, скажем так, продвинутый вариант. А вот если мы заднемся вопросом, а как вообще все это возникло, то вот комодский варан может нам как раз помочь решить этот вопрос. Дело в том, что у варана в нижней челюсти имеется целый ряд мелких желез, которые тоже выделяют слюну, но в слюне содержатся различные токсины. А вот зубы у варана устроены достаточно просто. Вот если у ядовитой змеи в центре зуба имеется ядовитый канал, и зуб похож на иголку шприца, то у варана такого канала нет, а на зубе имеются мелкие-мелкие насечки. И вот когда зуб попадает в тело жертвы, слюна по этим насечкам тоже попадает в тело жертвы и, соответственно, начинает действовать. И вот как раз у комодского варана и еще у пары других видов, близких к нему по его происхождению, получается так, что фактически каждый зуб является ядовитым, потому что вот в слюне содержатся токсины, и, соответственно, из токсина попадают в тело жертвы. И как раз жертва в основном начинает испытывать проблемы со здоровьем именно от действий токсинов. То есть нарушается процесс свертывания крови, наблюдается местное кровоизлияние, геморрагия, внутреннее кровоизлияние, и плюс ко всему еще развивается сепсис от патогенной микрофлоры. И когда животное уже погибает, оно уже начинает источать запах гнилостный, варан, который имеет очень хорошее обоняние, начинает уже по запаху находить свою жертву, подтягиваются его соседи, и все они вместе начинают уже поедать этого несчастного буйвола. Представьте себе, что, ну, порядка 40 тысяч лет назад, может быть, в Австралии жили 7-метровые вараны, мегалани, которые являются фактически предками, по всей видимости, вот этих вот комодских варанов. То есть сейчас есть мнение, что современный варан – это просто уменьшенная копия вот тех гигантских ящерц, которые жили в Австралии. Вот предки современных аборигенов еще их могли видеть. А кто из драконов живет на территории России? Ну, наверное, всем известный змея Горыныч. И что же мы о нем знаем? Так известный русский собиратель, легенд и сказок фольклорист и этнограф Александр Николаевич Афанасьев считал, что змей Горыныч, как и многие другие образы русских сказок, результат – метафорическое осмысление природных сил. Молнии, падающие звезды и метеоры принимали за летающих рассыпающих искры огненных змеев. Особенно близка с его точки зрения к расшифровке образа огненного змея – грозовая туча. Она несется по небу огромным черным клубом, окутана подобными дымопарами и дышит огнем, то есть вдыхает из себя грозовое пламя. И помимо этого, мы наверняка знаем о том, что на территории России проживают и другие змеи, но не такие огнедышащие. Ну, опять-таки, поскольку мы являемся северной страной, то из-за особенностей климата фауна рептилий у нас не очень богатая. Подавляющее большинство самых разнообразных змеи и ящериц все-таки это субтропики и тропики. У нас в России и в Татарстане, наверное, наиболее распространенные виды рептилий – это такие виды, как, например, обыкновенный уш. Его многие могли видеть. Абсолютно безобидная, безвредная змея. Достаточно длинная, прогонистая, длиной более метра. Темная, со светлыми пятышками на голове, которые могут быть светлыми, серыми, желтыми, оранжевыми. То есть, если вы видите такую змею, абсолютно не нужно паниковать, просто пройдите мимо. Это безобидный уш для человека абсолютно безопасен. То есть, он никогда не будет преследовать вас, не будет кусать. Яда у этих змей нет. Ужи, кстати, едят свою добычу живьем. То есть, вот лягушку они не умертвляют, а глотают ее целиком. В отличие, например, от гадюк, который всегда свою добычу старается сначала умертвить, а потом уже съесть. Из наиболее обычных наших ящериц – это, наверное, прытка и живродящая ящерица. Прытку ящерицу тоже многие из вас, наверное, имели возможность видеть, потому что весной, в начале лета у этих ящериц самцы приобретают великолепную зеленую окраску. Это самцы. Самочки всегда серенькие, с пятнышками. Это брачная окраска, которая помогает самцам привлекать внимание самок. Опять-таки, вот, например, так же, как и зеленая жаба, прытка ящерица получила преимущество от соседа с человеком, потому что это тоже преимущественно степной вид. И, соответственно, там, где, например, исчезает лес, получается открытое пространство, и, соответственно, появляются животные типичные для этих мест, в том числе прытка ящерицы. А живородящая ящерица – это вид сугубо лесной, то есть все связано именно с какими-то лесными опушками. В какой-то, вот, например, открытой местности вы живородку практически никогда не увидите. Это более мелкая ящерица, длиной около 15 см. Она окрашена в такие невзрачные, буроватые тона. Но главная особенность в том, что она рождает живых детенышей. То есть если вот прытка ящерицы откладывает яйца, которые инкубируются где-то вот в норках, в песке, то живородка таскает яйца у себя внутри. И когда приходит время вылупления, то, соответственно, детеныши вылупляются уже внутри матери и выходят во внешнюю среду, и тут же разбегаются по своим делам. То есть они полностью самостоятельны. Длиной они всего лишь где-то сантиметр 2-3, где-то вот так вот. Среди змей более редкие у нас по сравнению с ужом, наверное, гадюки. Вот, конечно, в последние годы очень часто поступают сообщения о том, что люди видят гадюк там-то, там-то. На самом деле, вот если брать в целом, по республике гадюки все-таки гораздо более редкие змеи, чем, например, тот же самый обыкновенный уж. Ну и это одна из причин того, что гадюки у нас внесены в Красную книгу. То есть вот два вида наших гадюк, это обыкновенные степные гадюки, они охраняются. И, конечно, причинять им вред, тем более убивать ни в коем случае нельзя, потому что гадюки, конечно, они ядовитые, но польза, приносимая ядовитым змеями, она на порядок выше, чем вред. Но вот по статистике смертью заканчивается примерно 1% из 100 в случае укусов. В основном страдают, конечно, дети, аллергики, люди пожилые, у которых иммунитет уже достаточно слабый. Но если человек здоровый, не имеет каких-то, например, аллергических реакций, и его вовремя доставить в медучреждение, то он практически всегда выздоравливает без каких-то особых последствий, потому что яд не настолько сильный. То есть здесь главное вовремя обеспечить медицинское вмешательство, вмешательство, чтобы человек получил помощь. А вот если мы с вами примем во внимание то, что гадюка уничтожает колоссальное количество грызунов, прежде всего полевок, а полевки известны тем, что они переносят уйму разных заболеваний, но самое опасное среди них, актуально для нашей республики, это ГЛПС, то есть геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, то понятно, что гадюки приносят существенную пользу, потому что если, например, какие-то наземные хищники, птицы, млекопитающие, когда охотятся на этих грызунов, хватает их по одному, то, соответственно, гадюка может заползти в нору и уничтожить целый выводок одновременно. И гадюки, так же, как и наши другие хищники, это главный пресс, который сдерживает численность этих животных. Соответственно, если численность хищников понижается, мы должны быть готовы к тому, что численность грызунов будет расти. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что посмотрели его. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...